Забинфо.ру Первый информационный сайт Забайкальского края 5775 лет исполнилось миру по еврейскому календарю. Эту дату читинские евреи отмечали в соответствии с традицией. Поскольку в данный момент у нас нету раввина, мы не сможем соблюсти все традиции и обычаи, которые приняты в ортодоксальном иудаизме. Безусловно, мы съездим к реке, чтобы исполнить заповедь Ташелих. Это Ташелих в переводе с иврита означает бросание. То есть в эту реку мы бросим все свои грехи, чтобы в этот Новый год выйти чистым. Рош Ашона переводится с иврита как «голова года». Проще говоря, это еврейский Новый год, означающий день рождения мира и Адама. Само торжество началось с слушания шафара, как объяснили в общине звуков ангелов, которые доносятся из козьего рога. Позже все евреи отправились на речку Четинка, где провели обряд искупления грехов. Это очень важная еврейская традиция, потому что на 10-й день после Нового года наступает Кенур, судный день. И за 10 дней трепета до него нужно попробовать смириться со всеми своими грехами и искупить их. После вот этого праздника Рош Ашона начинаются 10 дней трепета. И после них будет Йом-Кипур, когда жизнь каждого человека будет на этот год скреплена, скажем так, печатью. Пока существовал храм в этот праздник Йом-Кипур, брали козла, возлаживали на него грехи всего Израиля и отпускали его в пустынное место, откуда и идет, скажем так, такое вооружение, козел отпущения. Евреи встречали Рош Ашону в здании бывшей синагоги, которая не принадлежит общине уже 85 лет. Но, как рассказал старейшина Геннадий Кравцов, вскоре все может измениться. Здание, вот это синагоги, в котором мы с вами находимся, она до сих пор евреям не передано. Вопрос и юридический, и больше субъективно политический. И по уверениям властьей Забайкалья, начиная с губернатора, и по уверениям людей, которые представляют ФИОР, это здание будет передано общине где-то в 15-м году, в середине. А если оно будет передано, то здесь будет не только еврейская община, здесь будет и культурный еврейский центр. После местный хор исполнил гимн Хатикова, что в переводе означает «надежда». Нам надежда освещает путь, мы две тысячи лет ее храним, будем мы снова народом свободным на Сионе и Русалиме. А вместе с гостями спел еще несколько песен про еврейский народ. Рош Ашона – это семейный и добрый праздник, после которого остаются только самые теплые воспоминания. Анастасия Дремова, Анна Хвостова, специально для ЗАБУНФУРУ.